Румба, посадо, болитанго в Кремлевском дворце. В Москве отметили юбилей танцевального спорта. На празднование 60-летия собрались лучшие из лучших. Чемпионы СССР, России, мира, прошлых лет и те, кто сегодня представляет нашу страну на престижных турнирах. Вспоминали о том, как все начиналось, как несоветские танцы восприняли в нашей стране и как ездили на первые зарубежные соревнования. Ведущие пары показали мастерство и даже устроили батл. Ольга Паутова не удержалась и взяла урок у профессионалов. Они вертят друг другом, как хотят. Он готов вскружить ей голову в ча-ча-ча или джайве, а она возьмет все в свои руки в самбе и покорит его к концу чувственной румбы. Впрочем, главное оружие серебряных призеров чемпионата мира в латиноамериканской программе Армена Цитуряна и Светланы Гудына – посадобль. Ты можешь пробовать те эмоции, которые ты не можешь, может быть, реализовывать в жизни, ты можешь это попробовать на маркете. В жизни это, ну, где-то, не знаю, может быть, битые тарелки. Ольга Куликова и Дмитрий Жарков уже несколько лет не оставляют шансы конкурентам в европейской программе. И делают это весьма аристократично. А как иначе, когда танцуешь фокстрот, танго, квикстеп и, конечно же, вальс? Мы очень уважаем латиноамериканскую программу, но нам больше нравится в длинных классических платьях и с галстуком. В Кремле на праздновании шестидесятилетия танцевального спорта в России эти две лучшие пары устроили батл. За кем смотреть? Не могли определиться даже профессионалы, привыкшие оценивать сразу 15 дуэтов. Но начиналось все куда скромнее. Первый конкурс по бальным танцам в СССР прошел во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов 57-го года. Министерству культуры РСФСР такие танцы тогда страшно не понравились. Излишне буржуазные и какие-то откровенные. В самом деле советский человек и танцевать должен по-советски. Разрешите пригласить. Так называется новый танец. Такую программу, а в ней было более 150 танцев, дуэты исполняли вместе с европейской и латиноамериканской вплоть до конца 80-х. Сами танцоры считали ее наивной и бессмысленной. Они мечтали о международных соревнованиях. Одним из первых за границу разрешили поехать Станиславу и Людмиле Поповым. Насмотревшись на ослепительные костюмы зарубежных пар, они превратились в самую модную среди советских. Красили куриные перья под струсиные. Вместо телесной ткани использовали капроновые чулки. Но сложнее всего было раздобыть блестки. Нашлись ребята, которые где-то доставали фольгу специальную, изготавливали такие штампы и гранили блестки. А потом пришивали к ткани. Я помню, как я сам, готовясь к чемпионату мира в Мюнхене, сидел с супругой и блестками этими расшивал свою рубашку. Из редких заграничных поездок они привозили пленки с танцами лучших мировых пар. В стране эти записи было достать сложнее, чем фирменные джинсы. Эти пленки мы тоже передавали от одного к другому и засматривали их буквально на дыр, потому что пленки просто горели. И мы снимали оттуда вариации. Когда смотришь со стороны, кажется, ну какой это спорт. Мягкие шаги, тягучие позы. А вы сами попробуйте. Я? Да-да, давайте. Ну вот, протанцевав всего пять минут и попробовав самые простые элементы, понимаешь, что за этими летящими шагами дикий темп, а за видимой легкостью мастерство. А ведь за те пару минут, что длится танец, танцоры испытывают такие же нагрузки, что, например, пловцы или бегуны. Концерт не успел закончиться, а многие спортсмены уже разъехались по домам, чтобы сегодня пораньше пройти на тренировку. Ведь до Нового года у наших танцоров запланировано еще несколько международных турниров, где они сделают все, чтобы снова оказаться первыми. И для болельщиков это станет лучшим подарком к предстоящим праздникам. Ольга Паутов, Дарья Дружина, Павел Волконский, Олег Крупен и Сергей Прокофьев. Первый канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова